Всем здравствуйте, намасте! Сегодня наше занятие выступает в качестве введения к будущему курсу, посвященному Пхайшадже Кальпане. И сегодня мы поговорим с вами на очень популярную и в то же самое время важную тему. Мы поговорим о ГИ. Я думаю, что ги будет доступен в супермаркет, но я не знаю, что это будет доступен, но это будет доступен. В этом случае, есть много вопросов о ГИ. Я думаю, что наверняка каждый из вас, каждый из присутствующих сегодня на нашей лекции слышали, видели, пересекались с ГИ в разных контекстах. И в настоящее время ГИ настолько стала популярным, что даже доступна к покупке в простых супермаркетах продуктовых. Не знаю, насколько у вас, говорит доктор, но у нас, по крайней мере, в Индии точно. Да и у нас в России сейчас на полках ГИ абсолютно точно можно найти. Соответственно, мы делаем вывод, что ГИ обретает такую более публичную форму. И, естественно, сразу же в связи с этим возникает очень много вопросов. А что вообще такое ГИ? Исключительно ли это топленое масло? Или здесь есть какие-то более глубокие смыслы, ритуалы за приготовлением данного продукта? Соответственно, ГИ обретает все больше мифов вокруг себя, но и все больше фактов. И давайте на них сегодня сконцентрируемся и обсудим. Мы всегда используем ги и используем ги. Таким образом, это правильная практика? И это правильная практика? Как много ги должен быть использована в день? Таким образом, мы можем понять, почему так много важного импортастие для ги. Ги является интересным материалом. Это после многих трансформаций. Первый из-за Милк. Милк является первым продуктом. Милк является первым продуктом, или большинство животных. Все мы все же в мире. И для маммата, Милк является первым продуктом. И это лучший продукт, лучший продукт для людей, как это натуральный продукт. И ги, это когда Милк и начинает много трансформации. Первый, который в Милк и становится и будет курд, или йогурт. И это через процесс и ферментирование. Это курд, или йогурт и из-за 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 модели. Вот из-за 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 This butter, when it is heated for a particular time to a particular degree, it separates out the finest essence and there is a sediment. So the essence of this molten butter when it is properly cooked and roasted, that is ghee. So from milk to the point of ghee, it has undergone a lot of transformation. Why ghee is so popular? Why is ghee? Why is the important role he is given in Ayurveda? There are many ways of his use, such a food, such a therapeutic product, such a component to the medical and medical equipment. And now it even came into practice just the use of ghee as a regular salt. So, as we make toasts, butter, bread, salt, something like that, jamb, jamb. To the same now we practice with ghee. Instead of a regular salt, we are using ghee, for example. So, let's see whether it is, correct, and how much it is to use ghee in a day, for example. And let's try to figure it out. In the first place, we will understand the important role of ghee. Ghee is actually a very interesting material, the doctor says. Ghee is also a very interesting product. Ghee is also a very interesting product. Ghee is also a very interesting product. And, in the first place, the milk is a very interesting product. The most interesting product is a very interesting product. If it is natural. So, what happens with the milk in a way of the cooking? Сначала молоко через процесс ферментации, брожения превращается в сметану или йогурт. Далее этот йогурт взбивается тщательно, либо вручную, либо механически, с добавлением воды. И во время процесса взбивания сепарируется жир. Вот этот жир – это и есть сливочное масло. Далее это сливочное масло в течение определенного времени, при определенной температуре. Проходит процесс нагревания, за счет чего это масло начинает распадаться на некую эссенцию и осадок. Так вот, та самая эссенция – это и есть ги. Соответственно, мы понимаем, что процесс трансформации от молока до ги действительно долгий. While milk is heavy, milk and all other milk products are heavy for digestion, and they require considerable amount of energy from the side of the body for it to be digested and assimilated. Ghee, because it has undergone so much of processing with the heat and also the transformation, ghee is very light. The guna of ghee or the property of ghee is that it is light for digestion and it rather will help digestion when it is taken in the right amount. So because of this reason, ghee has got a balancing effect on all of the three doshas. It is primarily mitigating vata and pitta. So in case of vata problems or pitta problems or in such prakriti, ghee is going to be supportive. And it is not necessarily stimulating kapha as well, but rather it will strengthen kapha and it will strengthen all other dhatus as well as the indriya or the sensory organs and particularly for the brain, for the maja dhatu or for the brain or the marrow system in the body. It is so fine that it doesn't necessarily depend upon the conventional digestive system for to be processed. So ghee is something that can be directly absorbed through the cells. If it reaches the surface of the cell, it gets absorbed quickly. And that is why it can be used in nasya, that is for installation through nose or onto any mucosicidal membrane of the body or even the skin of the body and it gets absorbed directly. So it is so fine and it has got a great capacity to assimilate the qualities of all of the substances that comes in contact with ghee. You put something into ghee, you'll be sure that ghee absorbs all of it and then it transports into the body. So ghee has got these type of special characters and that is why it is so much celebrated in Erwin. It is a very difficult thing that milk and all of the molecules are very difficult for their nature for their species. And for them to be переварив and used to be a big, colossal amount of energy from our body. In the opposite of this, ghee, for a long process of transformation and treatment of the heat of the heat, ghee becomes very light. And ghee, which is found in ghee, Это гуна легкости. Ги достаточно лакху для нашего пищеварения. Она даже скорее помогает нашему пищеварению, если употребляется в правильном количестве. Ги балансирует все три доши, но в частности, в первую очередь, действует на питу и вату. Поэтому если есть какие-то расстройства пита-вата-спектра, то ги будет отличным помощником. При этом это не значит, что каким-либо образом ги стимулирует или возбуждает капху. Нет, скорее наоборот, ее укрепляет точно так же, как укрепляет все тхату, все индрии, органы чувств. В особенности хорошо действует на головной мозг, то есть на маджа-тхату, на костный мозг. Ги настолько тонкая эссенция, настолько тонкая субстанция, что для его усвоения вообще не требуется в общепринятом понимании мощь и сила органов желудочно-кишечного тракта. Ги может напрямую быть усвоен клетками очень быстро, и за счет этого ги очень часто применяется в НАСИ, или напрямую при нанесении на слизистые или кожные покровы ги будет достаточно быстро проникать в клетки и усваиваться. Соответственно, любые субстанции, которые мы наносим на слизистые или на кожу с ги, будут точно так же быстро всасываться и усваиваться. То есть ги очень быстро в себя вбирает все свойства и качества продуктов или субстанций, которые с ним наносятся или употребляются. Именно за счет этого качества, за счет этих свойств ги настолько почитается в аюрведе. So, just like ojas in our body, which is produced after a transformation of every dhatu, from the essence of food substance, ahara rasa, rasa dhatu is formed, and from there, there is raktta, mamsa, and so many, all of the dhatus, seven dhatus, the last one being shukra. And the finest essence of shukra also gets transformation, and this stage is the stage of ojas. Likewise, from the point of milk, which you can compare to ahara rasa or rasa dhatu, from there, there are so many levels of transformation, and then the finest form is the ghartha or ghee. So, ghartha is like ojas in the outside world, that is available for us for consumption. And so, for all of the dhatus, to strengthen all of the dhatus, as well as to strengthen the ojas, and to improve the functions of all of these aspects in the body, consumption of ghartha is so much advised. So, basically, if you want peace of mind, applying heat to the head, as well as use gain to the body. If you want good eyesight, apply heat to your eyes, like coal, we'll discuss that. And if you want good skin, and elasticity, and firmness of the skin to be maintained, the look to be maintained on the skin, then you have to apply it from the outside, as well as take it from the inside. good intellect, again, take it from the inside and use it as nausea. So, all of this, in whatever form you can have ghee, we should indulge, depending upon a person's requirement and the place where they live in. The amount could change, but it is basically a requirement for everyone. Like we would use vitamins, it is something like that, a supplement for lifelong. Ghee можно сравнить с Ojas in our body. We know how form a Ojas after the transformation of all of the Thatu. First, first element, then Ahara-Rasa, Ahara-Rasa form a Rasa-Thatu, then a row of all of the Thatu, all of the Thatu, the last Shukra-Thatu, then the essence of Shukra-Thatu transform a Thatu in Ojas. И точно так же мы можем сравнить процесс трансформации из молока в Ghee. Молоко мы можем провести параллель с Ahara-Rasa, и далее по цепочке, в конечном итоге, тончайшая эссенция молока – это не что иное, как Gritta, то есть Ghee. То есть точно так же, как последняя ступень в трансформации Thatu – это Ojas. То есть Ghee – это своего рода Ojas, только во внешнем мире, который доступен нам для употребления. И поэтому для укрепления Thatu, для возделывания Ojas, для улучшения их функций, советуют применять Ghee. Если вы хотите улучшить мозговые функции, интеллектуальные функции, то тогда напрямую можно Ghee наносить на центр головы и точно так же употреблять внутрь. Если вы хотите сохранить здоровье глаз, поддержать зрение, то Ghee можно капать непосредственно в глаза, улучшить кожу, эластичность кожи, поддерживать состояние кожи на ежедневной основе. Можно наносить Ghee на кожные покровы. Точно так же в отношении интеллектуальных, когнитивных функций Ghee можно употреблять внутрь и проводить процедуры НАСИА с Ghee. То есть в любой форме, которая доступна Ghee, будь то наружные процедуры, будь то употребление внутрь, Ghee необходимо каждому из нас в зависимости, естественно, от потребности человека, в зависимости от места проживания может быть некая вариативность в применении Ghee в зависимости от территориального проживания. Однако в любом случае рекомендации становятся универсальны в отношении Ghee. So how is Ghee prepared? So how is Ghee prepared? We have discussed this in detail in our Harekalpana course. So if you want to discuss step by step of the preparation Ghee you can refer to that. I will just go through it quickly here. So from the point of Д Western stage of butter, we start... We have to melt it in medium low flame and in the pan which is thick bottomed. Then you go through all of these steps. So the first butter melts and then there is separation of sediments And then there is a point where you can see a lot of foam coming up в пан или в пан и и все эти это важно для того, чтобы не принимать не реактивную пан и если вы хотите не использовать синтетик стирер это может быть хорошая стейл или вы можете использовать хорошую качество кастаин но не поймите пластик или синтетик или даже если это варниш потому что все это придется к ги даже силикон поймите и быстро рассмотрим процесс как раз таки приготовления ги самому простому, который можно сделать в домашних условиях мы очень подробно разбирали все шаги приготовления ги на нашем курсе с доктором Ахара Кальпана то есть если вас это интересует вы можете присоединиться к данному курсу но если быстро проговорить то с этапа первого это сливочное масло мы начинаем нагревать масло в посуде важно взять кастрюлю это будет с толстым дном и начинаем топить масло на среднем огне очень важный момент в отношении конкретного материала который вы выберете для кастрюли это должен быть нереактивный материал то есть покрытие лучше всего если это будет качественная нержавеющая сталь или чугун желательно не готовить ги в каких-либо современных вот таких различных посудах с пластиковым покрытием с силиконовым покрытием деревянным покрытием поскольку все что содержится в этом покрытии при нагревании будет естественным образом трансформироваться в ги соответственно чем качественнее покрытие чем оно менее реактивное тем будет лучше и вот все процессы нагревания мы видим сейчас на слайде и в конечном итоге при нагревании мы будем видеть большое скопление пены на одном из этапов вот четвертая картинка то есть вот 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 там и вот ги look just the same you know a pure beautiful yellow colored liquid and from then it turns into what you can see as the sunrise color so it turns a little orangish a little roasted so it is important to take to this step don't stop at this when it is yellow and beautiful it has got good fragrance and it is absolutely amazing at this stage but it still has got a lot of moisture in it so it is not done yet if we consume this type of ghi which is fine for a person who is very dry and has got good Agni basically Vata and Pitta dominant good Agni is important and for a short duration it gives good Sneha effect but it is important to take to this step when the sediment is properly roasted and is of this color roasted crystal sediment is the point where you can you know your he is really healthy so at this stage it is devoid of all of the moisture and this is the good type of key which will not affect your dry glyceride level or cholesterol level or rather it will have a little bit of scraping action on into that as well but it gives good amount of moisture and also will stimulate the digestive function stimulate the Agni this key is still a little heavy it has called guru sneak the type of guna and this is when it becomes really look after this it burns so don't take the one key as well stop when you see the reddish crystalline sediment so you have to always look for the sediment when you are preparing ghi and not the liquid далее наиболее важные теперь шаги в приготовлении ги момент когда начинает образовываться очень много пены это вот первая картиночка на слайде в этот момент конкретно начинается разделение молока на осадок и собственно саму эссенцию ги и ги в этот момент происходит разделение далее после этого когда масло начинает увариваться и кипеть мы видим как она приобретает уже свой красивый желтый насыщенный оттенок это вторая картиночка и на этом этапе кажется что ги готова оттенок цвет действительно красивый насыщенный желтый, и запах будет потрясающий. Однако на этом этапе не стоит останавливаться. На этом этапе ги содержит все еще большое количество жидкости, и оно не готово. Такой ги в целом подойдет для достаточно сухих по своей природе людей, у которых очень хорошие агния, питовата скорее вот такая природа. И, в принципе, можно его употреблять в течение короткого периода времени. Такой ги даст хороший снеханный эффект. Однако на этом этапе ги все еще тяжелая, все еще гуру и чрезмерно сниктха. Поэтому мы делаем вывод, мы говорим, что на этом этапе ги не готова. То есть в том виде, насколько она ценится в аюрведе. Мы продолжаем его уваривать, и мы видим на последней картинке, когда осадок действительно уже становится такого красноватого оттенка, мы все время обращаем внимание на осадок. Нам не столько важна даже жидкость, цвет жидкости, сколько цвет осадка. Он должен хорошо прожариться, прокалиться и быть красноватого оттенка. На этом этапе мы понимаем, что ги действительно всю жидкость отдала. И сейчас на этом этапе оно становится лакху, какими должно быть. Оно не будет никоим образом нарушать холестериновый уровень, уровень триглицеридов. Скорее, оно будет обладать даже соскабливающим эффектом, стимулировать агни. Соответственно, всегда обращаем внимание на осадок. Если осадок начинает гореть и превращаться из красноватого, золотистого в более черный, мы останавливаемся и прекращаем приготовление ги. И не забывайте, что ги в гласных контейнер или в металл контейнер. Это должно быть нон-реактивным. Или это должно быть о качестве, что вы желаете. Столи ги в голлайн-пот или в голлайн-пот, или в голлайн-пот, это хорошо. Ги в гласных контейнер или в стейнлес-теэл. Но стейнлес-теэл, ги, если вы держите в стейнлес-теэл воду для очень много времени, ги будет использоваться в стейнер-пот и вы можете увидеть, что это может сделать холл в пот. В нижней металл-пот, даже если это голлайн-пот. То есть это проlly, что ги может езжать. И если в металл-поте еще есть ги, то вы покупаете, то это хорошо, что ги может быть. Но если ги не хочет, то не забывайте ги в овости. Ги не может быть. И про хранение ги. Мы храним всегда ги в сосуде из того материала, который бы мы хотели, качество которого мы бы хотели добавить себе в организм, которыми мы бы хотели насытить ги, поскольку мы уже говорили о том, что ги обладает этими свойствами впитывания качества, субстанции, с которыми вступает в реакцию. Соответственно, лучше всего подойдет для хранения ги что-то, что имеет покрытие золота, серебра, либо это может быть просто стеклянный какой-то сосуд, либо контейнер из нержавеющей стали. Однако помним, что при длительном хранении в металлических сосудах, в металлических контейнерах ги начнет себя впитывать, свойства этого металла. Соответственно, если вы не хотите, чтобы это происходило, подбирайте тот материал, которым бы вы хотели насытить ги. В связи с этим мы понимаем, что ничего пластикового не должно быть для хранения ги, то есть ничего, чтобы мы не желали видеть себя в организме. So, now let's look into how ги is used in Ayurveda. So, ги is used in the form of food or medicine or internally or externally as well. So, let us look at that in detail. So, using it in food. This is for a greater purpose and suits most of the people worldwide. So, there is no, not, it is not required to specifically consider satmya because it is a product of milk and milk is something that is universally accepted food. So, you can use ghi as a cooking medium. So, for drying or sautéing, any of, maybe, vegetables or anything, ghi can be used. Ghi has got higher smoking point and that is why it is better than butter, absolutely. And better than oil as well at times because oil is hushna and ghi is not hushna. So, specifically when we are making for people who have got sensitive skin and sensitive gut or who have got vata and pitta related disorders. It could be ulcers in the mouth or in the GI tract, inflammation in any of these conditions. Ghi is a better medium to cook food rather than oil. Similarly, for seasoning as well, so if you are drizzling on top, maybe you can choose ghi if the flavor suits well or if it doesn't, then I know if for just for the drizzling as is, you can also add flavors into it just like you would do with oil. Ghi is also used as adjuvant. As you can see in the picture, when the rice is warm, so using rice and ghi with a bit of salt and maybe pepper, so that as the first part of the meal is also a common practice. And when you have it probably in a very small quantity, maybe four or five morsels, but that is consumed as the first part of the food, that ensures that the whole of the digestive tract is first aligned with ghi. And that will protect the whole of the system. So it protects the organs. It protects organs from maybe temperature or spices as well or anything that we are consuming, the acids and anything that is contained in the food. And it also protects from any of the unwanted substances that enters into our gut by chance. So it reduces the chances of food poisoning or gastroenteritis in all of such cases. So having ghi in the first part of the food, when you are consuming warm food, is a very good and healthy practice. And теперь поговорим про применение ги с точки зрения аюрведы. Ги применяется в пищу, и ги используется как терапевтическое средство наружно и внутрь. Говоря о применении ги в пищу, ги можно применять на ежедневной основе. Ги подходит абсолютно каждому человеку на всей Земле. Считается, что ги – это абсолютно сатмия-продукт, сатмия-субстанция за счет того, что изготавливается из молока. А молоко – это универсальный продукт для употребления с точки зрения аюрведы. Так вот, ги в пище. Ги может использоваться как медиатор в приготовлении пищи, то есть на нем можно жарить, тушить. Ги обладает высокой точкой горения, соответственно, в связи с этим намного лучше и полезнее, чем сливочное масло, да и в целом, чем масло, будь то подсолнечное или любое другое, за счет того, что масло по своей природе ушно, любое масло. А вот ги в противовес этому, наоборот, обладает свойствами, полезными для кожи, для кишечника. Соответственно, если есть нарушение вата-пита спектра, то ги никоим образом не будет нарушать их. То есть, если есть язвы во рту или в желудочно-кишечном тракте, если есть воспалительный процесс, то в отличие от масла с ушно-качеством, ги подойдет отлично для приготовления пищи. Ги также можно использовать просто для подачи, для заправки, то есть сверху на готовое блюдо, если вам нравится вкус и аромат ги. Также ги используется как такой вспомогательный метод для употребления пищи. Например, как мы видим на картинке, на слайде, теплый рис с ги, с солью, с перцем, как первая часть вашего приема пищи. Несколько буквально таких вот кусочков такого блюда прекрасно помогут выстелить всю слизистую желудочно-кишечного тракта ги. За счет этого наш желудочный тракт будет полностью защищен. Не только желудочно-кишечный тракт, но и в целом органы внутренние будут защищены от температурного воздействия, от всех специй, которые пойдут дальше в приеме пищи, от любых кислот, которые могут содержаться в приеме пищи, да и в целом от любых нежелательных субстанций, которые могут случайно попасть в организм во время приема пищи, провоцируя отравление или гастроэнтериты. Со всем с этим прекрасно справится ги, выстилая, защищая слизистую оболочку. Соответственно, мы можем сказать, что такая практика достаточно полезна на ежедневной основе. Следующий тракт используется в форме медицины. То есть ги, вы все знаете, панчхакарма и процессы о том, как и панчхакарма. То есть, что снехапана, для того, как и детокс. Принк, процессы, который может быть в таком виде, или в таком виде, или в таком виде, или в таком виде, это называется снехапана. То есть, это один из вариаций снехапана. Можно взять в таком виде, но это есть в таком виде, где вы будете взять ги. Но это не всегда для того, чтобы получить панчхакарма. Вы можете использовать для халин, и для халин, это количество больше, примерно 5-10 мл. So such healing ghee is given in case of some sort of psychological issues or it could be in skin issues or even with gastrointestinal problems and so on. So for the purification purpose as well as for the healing purpose ghee is given in the form of medicine. And it could be plain ghee or it could be processed with herbs or other medicinal substances. The second is ghee is used in the form of a medium. And medium when you are given another dry substance as in case of bhasma. Bhasma is you can say is usually ash of metal. So bhasmas or even churnas different types of powders like for example sitopaladi churnas. A very popular safe preparation usually given for respiratory disorders including minor most to most complicated kind of respiratory disorders. They could use this churnas efficiently. And the usual medium is mixing it with ghee and honey. So this is given as a medium to make it make it more make the churnas more available absorbable easier for digestion. And also to take the essence of the churnas to the minor most most minute parts of the body. As I said ghee is very very social. It has got the capacity to imbibe the properties of the medicine that is mixed with it. And because it is so small so tiny the molecules have got good penetration everywhere. It can reach the places where conventional digestion or digested material or where the blood cannot reach. So ghee can cross the blood brain barrier. Ghee can cross the blood and placental barrier. So if you want to reach those parts of the body where the blood as well cannot reach. Then I use ghee or use honey. So these are the mediums. And that is why even for the most complicated conditions. Ghee is used as a medium for medicine. Even an unconscious person. Ghee is given through given in the form of nasya. You know through the nose. If you want to stimulate the brain and if you want to reach to it. And also give nourishing effect there. Then it is ghee that is used as medicine and medicine both. And, говоря о применении ghee в терапевтических целях. Вы наверняка многие знакомы с термином panchakarma и в целом с процедурой проведения panchakarma. Так вот ghee составляет часть panchakarma как подготовительная процедура к ней. Снехопана. Снехопана – это некий детокс, когда определенное фиксированное количество ghee принимается внутрь. Это может быть не только ghee, это может быть и масла, но в зависимости от потребности пациента. Но ghee также выступает в терапевтической линии в Снехопана. Однако ghee может использоваться не только в качестве шотхана терапии, то есть детокса, очищения, но также для заживления, для лечения, то есть в качестве шамана терапии. Однако в менее высоких дозах, это буквально 5-10 мл, ghee отлично оказывает заживляющие эффекты на кожных покровах, заживляющий эффект для органов желудочно-кишечного тракта. При различных психологических и психических расстройствах также используется. В данном случае ghee может употребляться как в чистом виде, так и насыщенная терапевтическая ghee. Второй способ применения с терапевтической точки зрения в качестве медиатора, так называемая анупана, для сухих субстанций лекарственных. В основном для пхасм. Пхасма – это зола минералов, которые используются, применяются в аюрведе, широко также для терапевтических целей, либо для чурн различных. Самый распространенный пример – ситополаде чурна. Популярная, наиболее безопасная чурна чаще всего используется при респираторных заболеваниях от самых простейших и неосложненных до достаточно сложных заболеваний дыхательных путей. И распространенный вспомогательный элемент медиатор или анупана для ситополаде чурна – это ghee с медом. Таким образом, смешивая чурну с ghee или с медом, мы делаем порошок более доступным и усваиваемым для нашего организма, для нашей пищеварительной системы. И вся эссенция чурны становится доступна каждой минимальной клеточке, частичке нашего организма. Мы уже говорили с вами о знаменитых проникающих свойствах ghee. Ghee очень сукшма по своей природе, то есть проникает в тончайшие, мельчайшие клеточки организма за счет того, что по своей природе ghee состоит из таких маленьких молекул, которые с легкостью достигают тех мест, которые даже кровеносному потоку очень сложно достигнуть, преодолевая все эти барьеры. Соответственно, если мы имеем дело даже с серьезными осложнениями, серьезными заболеваниями, то ghee или мед – это прекрасное вспомогательное средство к приему лекарственной терапии. И именно поэтому наверняка для стимуляции такого важного органа, как мозг, для его насыщения, для его питания, вновь используется либо ghee, либо мед в качестве насия. То есть это промывание, закапывание ghee в носовые пазухи. То есть, конечно, гей также используется как важный ингредиент для композиции, как в качестве гей приготовления. Дриволагрита или бромегрита. Грейрита – или гей – это ингредиент, это ингредиент в том, что вы cook другие вещи. Второй тип использования гей в медицине для пазухи – из-за корневки необходимости для гей Диаций. Как я бы сказал, гей – это в егоpekt. Такое – это максимально нести, но даже без отражение, а также – как и стабилы, как и вadingо с помощью гей gravity, и оно имидитop price. а в том, что бы это можно более аболевать, и более биосах. И для этого приспособления гейдом� cared, гей следует々, für пазухи, Как ги, используется для purification ассофотета. Ассофотета, как вы знаете, это гум из-за гума. Когда это натурально collected, то есть многие другие физические impurities, и это может быть, иногда, быть слишком сильным для human consumption. Есть, есть можно различные действия, что нужно использовать гумы, которые làm организм более piece, алагодаря применим, которые производятся в магия. Поэтому это лишь для nationalist гумы, strong water is put into warm key and then when it puffs now and it is completely you know now remove the ball of the moisture and unwanted substances that puffed asophania is taken for medicinal purposes for the dental consumption so that way as a few days beautiful and similarly there are other Так же ги Ги используются в качестве основного ингредиента в составных формулах лекарственных, например, когда мы слышим трипхологрита или брамигрита, это значит, что ги выступает первичным ингредиентом для данных терапевтических грита. Также широко используется ги для очищения других субстанций, как некий детокс для других материалов. Почему? Потому что вновь обладает вот этой способностью, этой природой оттягивает на себя ненужные субстанции, ненужные какие-то примеси, стабилизирует субстанцию, делает ее более биодоступной для нашего организма. Ги используются для очищения металлов, используются для очищения растений, например, или других терапевтических субстанций, например, таких как асофетида. Асофетида – это не что иное, как в природной форме, как добывается асофетида. Это смола растения, которая содержит в себе изначально при сборе очень много физических примесей, которые, удаляясь от неких химических описаний, в более обличем это доступную для нас форму, то есть содержит в себе примеси, которые достаточно сильные и не нужны в той своей природной силе нашему организму. То есть изначально природно асофетида достаточно тикта и кату, но в очень такой, да, чрезмерной форме, то, что не требуется для нашего организма, для того, чтобы очистить, да, и снизить эти свойства, используют ги, то есть помещают асофетиду, собранную в теплое разогретой ги. За счет этого вся ненужная жидкость выпаривается, извлекается из асофетиды, она становится такой, за счет этого процесса, такой воздушной, надувается, разбухает и, собственно, после этого уже готова для употребления с медицинской целью, либо с медицинской целью, либо в целом в пищу. Тот же самый процесс, да, очищения проходит гайрика, например, красная охра, охра, да, которая используется тоже широко терапевтически в Айрведе. То есть большое количество разных субстанций проходит процесс обработки, растирания в ги с целью очищения. С целью очищения также используется наряду с ги молоко, сок лайма, это самые популярные субстанции для очистки. Next is the method of using ghee as a racina. Now, this is slightly different to using it in the form of food. So this is specifically for the purpose of racina, and it goes with the proper dosage as well as timing. Ghee, when it is used for the purpose of racina, it is always to be consumed in an empty stomach, and it can go with a few of the substances, which are also the cyanine in nature. So take it either early morning on empty stomach and give it a good amount of time, say half an hour to one hour for it to get digested and absorbed in the body. Or on the other hand, you can use it at night as well. Night, just before going to bed. After giving a good gap from the last meals. So it should always be on empty stomach, and when the body is ready to absorb it and keep it for a long time. If it is given in the morning, it is more anabolic in nature, and it builds the body, and it is good to give energy throughout the day. If it is given at night, it is either for the specific purpose of building the shukra, shukradhatu, either in the male or female, or it is given for strengthening indriyas, the sensory organs, or it could also be given for the specific racina after a specific disorder. So basically, to improve the dhatus for the healing purpose or for specific strengthening purpose, as in case of shukradhatu, you can give it at night, or for the general building of dhatus and giving more strength, and for more methiya purpose, give it in the morning. So this is the usage of ghee as a sign. For children, for immunity building, not just for children, in any adults as well, for the purpose of suvarna prashana, ghee is the medium, ghee and honey again. So suvarna prashana is giving gold with honey and ghee and other herbs. This is like Ayurvedic immunization. And it need not just be with the gold. It can, if gold is not suitable for the person, then you can also give it in with a mixture of other herbs. So basically, for the vyadikshamadvar, to build the immunity. For that purpose, for that first and purpose, use ghee. Using warm milk, a cup of warm milk with ghee. See, this cup is really a large cup. We don't really require this much amount of milk. I'm just putting it for the sake of picture, but this is not the right cup of milk. But milk with ghee is consumed either in the morning or night for the same purpose. But depending upon the time, the effect will change. There's also a practice of garlic and ghee, garlic with ghee and honey. And this is good for people who have got kapha in their body, but also need ghee. And this is also given for female disorders as a rassain. Similarly, three-flavored ghee and honey is given especially at night before going to bed or at the time of sunrise or sunset for the purpose of improvement of eyesight. So these are the examples of using ghee as rassain. And also a very important way to use ghee as a rassain. And he is in this case. In this case, it is important to understand, from the use of ghee just as a food product. In this case, if we use ghee as a rassain, there will be a specific amount of dose, a specific amount of dose, which is important. Always on the bloodstream, when our body is completely clean, of the other food product and we are also ready to be prepared for a new substance, which is mostly ghee. And ghee, as a rule, is very different substances, which also have rassain-resistant properties. Like, very important, even to have time to be used for the ghee. When we use it as a rassain, so not to be able to be prepared for the food, but to be able to go to 1-2 hours for a while. This is if you have to be able to be prepared for the food, с утра также можно на ночь употреблять ги перед сном однако вновь должен быть хороший такой перерыв после последнего приема пищи если даем ги с утра то тем самым мы возделаем возделываем его добиваемся от него анаболического эффекта помогаем насытить свой организм напитать энергии до конца дня если на ночь то совершенно иное свойство на ночь мы воздействуем на шукра тхату как у мужчин так и у женщин на ночь если ги принимается то это вновь помощь индриям нашим органам чувств это в качестве рассайны после для восстановления после перенесенных заболеваний то есть для заживляющего эффекта тхату а если мы в целом хотим просто возделать сетхату укреплять сетхату в качестве медья рассайна то тогда ги с утра подойдет также в качестве рассайна ги дается детям для укрепления иммунитет это своего рода только целая схема в аюрведе с буквально первых дней жизни дается сувар напрашено это золото с ги и медом вместо золота если организм не переносит препараты на или субстанции на основе золота то это могут быть другие растительные лекарственные компоненты с ги и медом это своего рода такая линия по возделыванию иммунитета у детей далее есть еще практика теплого молока с ги стакан который изображен кружка с молоком и ги которая изображена на слайде конечно не соответствует реалиям это слишком большая порция здесь просто в качестве референса примера порция гораздо меньше также вновь можно с утра либо на ночь в зависимости от приема эффект будет варьироваться еще одна практика употребление ги это чеснок с ги и медом рекомендовано тем у кого достаточно количество капхи накоплено в организме но при этом ги требуется также подходит такая такой микс при нарушениях у женщин нарушение женского здоровья еще один способ это трипхола с ги и медом на ночь или во время восхода солнца или на закате и такой рецепт показан при заболеваниях глаз или когда необходимо поработать над зрением next coming to the external use hfk so externally you can use it for massage it is generally not used for the whole body massage but in babies in neonates or in infants when they have extreme reaction to oil like in case of rashes or extreme heat reactions to oil at that time ghi or milk can be an option or at times ghi and milk are mixed together and that is applied so that is only when they have got too much of heat in their body and this reaction on a reaction for oil so yet there is a practice of using ghi on the body as well but in general not even even if it is not for the whole body for people who have got acute vatapitta disorders like in case of bleeding nose so when there is dry hot weather there could be some bleeding in the nose or when there is when a person is exposed to either smoke or extreme hot temperature and it is dry so then you use ghee or preferably the aged ghee something which is aged over one year or if you have older one that is better but at least over one year so that type of ghee is applied on the head here at the center and on the palm and under the feet so this is this instantly cools a person down and it is used in many cases for an immediate effect if aged ghee is not available even then in case of insomnia or in in certain conditions where there is vatapitta imbalance then even then there's a practice of applying ghee on top of the head and applying installing it to the nose as well when there is nose bleeding how that is good and in case of allergic rhinitis when there is reaction to you know pollens or hay or any type of allergens so instilling one block of ghee you know into the nose before the season starts right from then doing it every day as practice will improve the general health so that is for the nose and you can also apply a bit of ghee say take it on the tip of your little finger just a small drop of the liquid key and apply it to the eyes as you would apply coal or polyureum or take it in a small application um applicator and then i can apply it so applying ghee into the eyes lower eyelid as collirium and especially before going to bed it will keep the eye moist and prevent the dry eye syndrome or itching or exhaustion that happens after you look into the screen for a long time it is it helps to prevent the deterioration of parts of eye or even to maintain the vision and ghee is also applied on on the bones and wounds they can be used as first aid on the bones ghee with turmeric it stops bleeding and it stops any infections as well so on bones and cut wounds or even burns ghee is used this in the picture you can see is a special type of ghee it is called shatadhautagrata or sahasadhautagrata so basically you wash ghee in this way um for 100 times or as many times as possible 100 to 1000 and you see the color of the ghee has changed into white again and it becomes so soft so cool and uh so very minute and um it can reach it can be absorbed into the body so quickly so it is better than any of the uh ointments you uh you can imagine this type of ghee it is good to keep it in your home once prepared keep it at your home and it can be used as a first aid thing for any types of burns or scars or it could be chemical burn it could be thermal burn or any type of burn basically so it will heal the whole thing uh without even leaving the scar so this is something you can keep at home and uh you see um it is when you wash you don't really touch it with your fingers use a metal substance and depending upon the metal that you have used it also gives that kind of property here it is copper so this ghee will be having the essence of copper as well in it and now we talk about the деток или новорождение у кого есть сильнейшее накопление жара аккумуляция жара в организме соответственно будет реакция на масло в связи с этим то есть какие-то кожные проявления сыпь поэтому может масло для массажа заменяться ноги это может быть молоко или ги либо это может быть даже иногда смесь молока и ги для массажа у детей любых других случаях можно носить ги взрослым на центр головы например при острых вата питта нарушениях когда есть например кровотечение из носа при жарком сухом климате то есть когда человек постоянно вдыхает какие-то пары дым жаркий сухой климат очень хорошо взять выдержанное ги старше одного года по крайней мере одного года ги и наносим на центр головы на ладони и на стопы прекрасное охлаждающее действие оказывает если выдержанное ги недоступно то по крайней мере при нарушении охвата питта спектра при бессоннице можно также наносить любое ги на центр головы прекрасно подойдет также можно наносить ги непосредственно в нос как насия при кровотечении при аллергических реакциях то есть когда есть аллергия на пыльцу на различные цветения по одной капли ги на ежедневной основе перед началом сезона цветения вот так же можно брать если ги жидкая на окунать буквально кончик пальца или наносить на какой-то аппликатор и закладывать как мазь глазную ги на ночь прекрасно тем самым увлажняется глаза предотвращаем синдром сухого глаза который очень часто сопровождает людей работающих целый день за экранами то есть это раздражение зуд прекрасно снимается и в целом работаем на профилактику ухудшения зрения также ги обладает ранозаживляющим действием поэтому при различного рода ожогах любой природы порезах когда есть какие-то раны ги можно добавить куркуму и тем самым мы защитим себя от каких-либо инфекционных заболеваний также помогает остановить кровотечение и вот на слайде мы видим картинку это тоже ги шататхаута грита или сахасратхаута грита это гриты или ги которые промываются которые обрабатываются на сто от ста до тысячи раз и за счет этого промывания за счет этой обработки меняется цвет мы видим что грита становится белой достаточно мягкой настолько холодной охлаждающей по своей природе что вновь каждая частичка каждая молекула такого масла становится настолько тонкой настолько проникновенной в любые точки и клетки организма что очень быстро усваивается и вот именно такие гриты становятся первой помощью в аптечке в каждом доме при порезах при ожогах любого спектра поэтому очень хорошо такие гриты иметь дома и интересный факт что промываются обрабатываются эти гриты не вручную то есть не при помощи там рук а с определенным металлом данном случае мы видим медь соответственно мы помним да для чего это делается для того чтобы обогатить гриту качествами и свойствами металла с которым масло соприкасается так что мы подумаем о прораменах быстрее если мы можем сказать что этот грех servir не так как вы можете брать на переборку вибрацию то есть это продолжение о прораменах старых гли здесь есть средства??? 1-10 years then you would you would term it as puranagratha so from 1-10 years before 1 year it is not called puranagratha even though it is eight or nine months old it is still ghee now although the quality or the freshness would change the order would change still it is not puranagratha yet after one year after 10 years it has the quality of puranagratha puranagratha is after 10 years up to the age of hundred years so that is much older and it is really not of this color so this is just you know just a bottle which has got the sticker of puranagratha but aged ghee will look very pale even if it is cows ghee it will look very pale and sometimes it has got a very deep rancid odor or some much older ghee like puranagratha would lose its odor as well it doesn't look like ghee or smell like ghee anymore but it has got highest penetrating effect and that is why it is used for very deep rooted or chronic type of disorders it could be psychological disorders it could be psychosomatic or even general somatic disorders so when you want a very deep impact on all of the organs with a minor dose and it can be given in even in cases where now the digestion is weak and body cannot process anything that you're given so in such cases the medium could be puranagratha and it is for external application aged ghee is rarely given internally unless it is for specific psychological disorders where there is conversion disorders and hysteria and conditions like that only in such cases in a very very tiny dose it could be given internally but it is specifically used for external how do you say grita далее ниже картинка про puranagratha это ги выдержанная 10 до 100 лет цвет неправильно указан на банке несмотря на то что написано про purana на банке цвет не будет таким с выдержкой ги теряет вообще в принципе свой изначальный внешний вид и запах это будет некая бледная субстанция без какого-либо характерного для ги запаха и вот про purana grita обладает наивысшим проникающим эффектом используется при глубоко укоренившихся хронических заболеваний психического психосоматического или просто соматического спектра если необходимо глубокое воздействие с минимальнейшей дозировкой то про purana grita используется когда например еще пищеварение настолько повреждено и страдает что не может усваивать ничего в этом случае также применяется про purana grita и важно отметить что очень редко в исключительных случаях про purana grita назначается внутрь в основном это все применение наружное только когда есть глубоко укоренившиеся серьезные психические заболевания истерии в минимальнейшей дозировки может назначаться про purana grita то есть на следующем видео мы видим шатадхата грита и сахасрадхата грита и сахасрадхата грита it is like converting ghee back to butter but it is very different to the quality of butter So as you canessa is much more cooler and much more lighter much more penetrative similarly 10 times more effective the artist находятся It's a huge amount of humor 一定 플�ера grounded 10 раз больше, чем шататхаута. Как будто бы ги вновь возвращается в состояние сливочного масла, однако, естественно, ничего общего со сливочным маслом не имеет. Обе формы таких грит очень легкие, по своей природе имеются в виду охлаждающие, эффективные, однако стоит отметить, что сахасратхаута грита на порядок эффективнее, чем шататхаута грита. Then you have murch-dagruta. So when you are unsure of the market sample of ghee, of when it was prepared, and if you are unsure of the point at which it was cooked and all of that, then I would suggest doing murchana. Мурchana is to further fortify ghee or to avoid any kind of, you know, unwanted effect from an unknown source of ghee. This process is also explained in the Bhaisajaya Kalpana course. So I would really, you know, it requires some of the materials and the process. It is already explained. It is otherwise done to preserve ghee for a longer time. And also it is done when a grita is sourced from an external source to prepare medicines. So basically when the source is unknown and you want to make sure that you are not taking something unknown, you would do another layer of or level of cooking and that is the grita murchana. So very much practical to present days when you are getting it from, if at all you are getting it from outside. The next type of ghee that is used for medicine is any type of cooked ghee of medicine. Like Aushita Siddha Grita. This is when you add herbs or minerals or anything into ghee and then there is a process of cooking. So grita for the medicine is prepared this way. Medicinal ghi. And this process is also already explained in the Bhaisajaya Kalpana course. So I wouldn't go in detail. Следующие две разновидности grita. Murchita Grita. В случае, если вы не уверены в покупной Grita, как была приготовлена Grita, в этом случае используется процесс насыщения, дополнительный слой, дополнительный уровень обработки, приготовления Grita. И вот он как раз таки зовется Мурчита. Для того, чтобы избежать насыщения, во-первых, насытить ги, усилить еще больше его свойства, избежать накопления или вкрапления в процесс приготовления Grita нежелательных субстанций, для того, чтобы увеличить срок годности Grita. И в целом, когда неизвестно, например, сырье, вам не знаете, да, из какого сырья была приготовлена Grita, в этом случае используется процесс вот как раз таки дополнительного обработки, дополнительной линии приготовления. И зовется такая Grita Murchita Grita. На Бхайшаджи Акальпане курсе мы будем это все детально обсуждать. И Аушадха Ситха Грита – это любое приготовленное Grita, любое приготовленное ги, которое терапевтически насыщается лекарственными растениями или минералами. И вновь мы это на Бхайшаджи Акальпане курсе будем обсуждать детально. Акчагрита – это название для просто plain, well-cooked ги. И это также используется для медицин. Это Акчагрита панава – это просто plain ги, даже для панчакарма. So, look at the color here, it is of the sunset yellow and this is the color of rightly cooked ги. It is not yellow as in the yellow of the sunflower. It goes a little deeper, orangish. And then for much more oleation effect, much more deeper Sinigtha effect, there is Mishrakasneha. Ghee Is Isnigdha It gives the Usnehana effect Oil gives More penetration and more Usnehana effect And then there is Vasa Or the fat of the muscle Animal fat And then there is bone marrow Of an animal So these are the four sources of Usneha That we can give for the medicinal effect And Mishra Kasneha Is when Two or more varieties of these sources Are mixed together for a very Deeper oleation effect But it will be much More heavier and it will not have The equal The Krita benefits But still it might contain Krita So I have mentioned it here Just for More information Еще две разновидности Acchagrita Acchagrita Это чистая Обычная Ghee Обратите внимание на цвет Именно так выглядит Корректно приготовленная Ghee Это такой Золотистый оттенок Солнечный Не как Листья подсолнуха Такой насыщенный желтый Нет Это более глубокий Цвет ближе К такому Оранжевому И последняя Разновидность Которая Приведена в качестве Примера Mishra Kasneha Mishra Kasneha Обладает Еще более Сниктха И проникающим Эффектом Ghee Это Сниктха Субстанция Масло Тоже Сниктха Субстанция То есть Сниктха Эффект несет в себе Масло более проникающее Васа Животный жир Тоже Сниктха И костный мозг Животный Тоже Сниктха Вот их 4 источника Сниктха Так вот Mishra Kasneha Это когда смешиваются 2 или более источника Вместе Такая субстанция Более тяжелая Конечно Ничего общего Уже с чистой Гритой не имеет Но тем не менее Используется С более проникающими Целями В терапии И для Снега На эффекты Глубокого И затем Есть целая новая категория Критрималкета Или артифициал И даже в старых временах Артифициал хей Приготовлен Процессируется Оилом С грамм Флором Или Мун Флором Но В эти дни Есть Химический процесс И Ги И Ги и это действительно не лучший тип, который будет использоваться. Если вы сделаете лопалайку о ги, используя ги и терморик, терморик, и грамм флор, тогда это просто лопалайку, и это не лопалайки, так что это будет лопалайки, и остатки, а здесь, когда это лопалайки, или химически трансформировано в что-то, то есть, то есть, трансфат, который мы называем в сегодняшнем, это действительно не разумеется для здоровья. Поэтому, когда вы смотрите в артифициальном ги, надо быть очень внимательным, и это не будет очень полезно для здоровья. И еще одна разновидность ги, которая была доступна и в древние времена, и в настоящее время, это так называемая критримагрита, искусственно приготовленная, искусственно выведенная грита, которая готовится на основе масла, причем не сливочного масла, мы понимаем разницу подсолнечного, любого другого, то есть, жидкое масло, смешанное с мукой бобов, бобовой мукой бобы мунг, например, используется. Это было в древние времена, сейчас же химически выведена искусственная ги с добавлением трансжиров, что является, безусловно, разрушающим для нашего организма, и лучше всего себя обезопасить от приема таких, от употребления такого ги. Это не самое лучшее, чем можно обеспечить свой организм. Сейчас есть другие формы, тоже как бы искусственного ги, когда масло смешивается с куркумой, смешивается вновь с мукой бобовых, тех же самых бобов мунг. В принципе, по виду все напоминает ги, но только по виду, никаких таких свойств удивительных, которыми обладает настоящая ги, такая смесь не будет нести. Однако, если сравнивать с химически выведенными ги, трансжирами, то, по крайней мере, это будет менее разрушительно для организма. То есть, в short, про ги, больше вы увидите в физиологическом курсе. И, да, то, это все. спасибо. Спасибо большое, доктор Яш. Это было очень интересно. Ты знаешь, много новой информации, даже для меня, и это было очень впечатлено. Спасибо. И, собственно, это был краткий экскурс в мир, удивительный мир ги, очень много интересной информации. Действительно, надеюсь, вы насладились нашей лекцией. Мы, конечно же, приглашаем в связи с этим на целый курс, посвященный пхашириакальпане, то есть приготовлению аюрведических средств, которые вы можете готовить в домашних условиях с легкостью. В том числе, будем вновь повторять и беседовать и о ги, о различных терапевтических ги. Приходите, будет обязательно интересно. 26 марта мы будем уже стартовать. Спасибо большое снова, доктор Яш. Я вижу, что вы ответили много вопросов, поэтому спасибо большое за время. Я очень извиняюсь, что я не смогу закончить все это еще раз. Да, это нормально. Да, мы уходим от времени. Все хорошо. Спасибо. Спасибо большое. Всем огромное спасибо за внимание. Доктор постаралась ответить на большинство вопросов письменно. К сожалению, в связи с ограничением по времени мы ответить на все вопросы не можем, но обязательно это сделаем на курсе. Всем большое спасибо еще раз за внимание и намасте. спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok и